друзья мы всем привет ну что за выходные накопилось очень много новостей объявили охоту на друга путина пропаганда в очередной раз опозорилась по городам прошла мощная акция памяти немцова но и это далеко не все присаживайтесь поудобнее с вами антон хардин и мы сегодня анаболевшим друзья мои есть такой очень богатый человек вы все его прекрасно знаете евгений пригожин которого также называют поваром путина так вот за информацию которая приведет его поимки объявили награду федеральная служба безопасности сша объявила награду за поимку пригожина а также объявила в розыск 13 граждан россии по причине их предполагаемого вмешательства во внутренние дела сша ссылка из официального твиттера службы безопасности ведет на сайт этой самой службы безопасности и мы видим документ на русском сейчас я вам его покажу документ выглядит следующим образом их разыскивает фбр вмешательство выбора 2016 года и один из этих людей евгений викторович пригожин которого как раз и называют поваром путина 250 тысяч долларов объявлена награда пригожина конечно же эта новость за дело и он ответил 50 процентов американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции гомосексуализма и других либеральных штучек эти крутые ребята которые и создавали америку на них и ведется охота поэтому господа из фбр вынуждены притворяться овцами чтобы не получить по башке устраивают шоу с розыском как старые ковбойские времена правда будет на стороне хороших парней таких как я а все что могут сделать плохие парни это позабавиться самопиаром об умственных способностях пригожина сейчас мы разговаривать не будем хотя он и приравнял либералов и гомосексуалистов хотя как эти вещи могут быть связаны я совершенно не понимаю но то как он себя называет хорошим парнем это конечно достойно особого восхищения в кавычках и компания concord которая приближена к пригожину так сказать сдала его она написала адрес где его можно найти и попросила награду в 250 тысяч долларов concord вконтакте опубликовал пост который вы сейчас можете видеть на экране если честно друзья мои я не совсем понял зачем фбр затеяли вот эту штуку вот эту клоунаду с розыском пригожина потому что по сути я думаю что большой проблемы найти его и не будет и у меня вопрос даже если допустим сейчас кто-то скажет что вот его можно найти в этой квартире он здесь живет то что то что должно произойти вот это мне немного непонятно конечно новость вызывает определенную улыбку но сути данного представления я не понимаю конечно же concord ответил конечно же пригожин ответил но и фбр я не понял ли это похоже больше на какую-то первоапрельскую шутку нежели на реальный розыск лес пригожин во внутренние дела сша или не лес мы не узнаем скорее всего но ситуация вам скажу крайне нетипичные но давайте оставим так называемого повара путина пусть он сам варится в той каши которую заварил а поговорить я хочу следом о володине который предложил что-то действительно интересное вы сами друзья мои прекрасно понимаете что предложение которые выдвигают депутаты они чаще всего абсолютно не вяжутся с элементарной логикой но володин здесь предложил то что даже меня удивило и я целиком и полностью поддержу его инициативу потому что он предложил обещание депутатов предвыборные обещания депутатов закреплять юридически вот это действительно дельное предложение почему его не предложили ранее почему об этом начали разговаривать только сейчас володин заявил мы видим что в течение каждого созыва есть примеры когда о данных обещаниях забывают оправдывая это популистскими заявлениями если мы найдем решение о закреплении обещаний граждан к депутатам это будет нас ко многому обязывать работа депутатов станет более содержательной и результативной то в том числе повысит качество законодательной власти которая одновременно является и представительной по мнению володина после юридического закрепления обещаний депутатов эффективность их работы возрастет а демагогии станет меньше так ну что а вот это правда дельное предложение конечно же скорее всего его не поддержит никто потому что обещание это одно а выполнение обещаний это другое и у меня есть дополнение к этому предложению давайте юридически закрепим все обещания путина причем внесем в этот список все эти обещания которые он давал за все 20 лет и не выполнил и заставим его юридически это выполнить вот это будет очень классно и что опять же касается депутатов с этим я тоже согласен нужно сказать да ребят вот вы вот это обещали будьте добры это выполнить а если не выполните это мое личное предложение сядете вот и все тогда во первых балаболей станет действительно меньше а во вторых работать они станут лучше и отрабатывать те денежки те большие денежки которые им платят причем должно коснуться это не только депутатов это должно коснуться всего правительства всей власти это должно коснуться потому что когда люди обещают с экранов телевизоров о том что пенсии будут им под полтинник а в итоге пенсии под десятку конечно же за это нужно наказывать и наказывать по всей строгости потому что люди тебе верят люди тебя тебя выбирают, а ты сидишь и, простите меня, ничего не делаешь. Только устраиваешь разные скандалы, какие-то репрессии, продвигаешь законы, которые будут направлены на еще большее закручивание гаек. Так что, несмотря на то, как я отношусь к Володину, вот это предложение, оно действительно хорошее. Но я думаю, что они обсудят это, скажут, да нет, фигня какая-то, и забудут, как это обычно происходит. Все нормальные дельные предложения у нас кладутся в стол, а потом забываются. Теперь хотелось бы поговорить об акции памяти Бориса Немцова. Акции состоялись в нескольких городах. Допустим, в Москве на акции, по данным белого счетчика, пришли более 10 тысяч человек. Люди возлагали цветы, приносили портреты, приходили даже очень известные люди. Писатель Виктор Шендерович, экс-премьер Михаил Касьянов, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, Илья Яшин, Юлия Навальная, а также многие другие известные люди. Но нашлись и неадекватные. Например, в Воронеже один из тех, кто орет, что «Я патриот», что «Я вот такой сякой», это как раз, скорее всего, один из тех, кто орал, что «Да, Навальный оскорбил ветерана», просто подбежал к месту, где стояла фотография Немцова, и снес ударом ноги и эту фотографию, и вазу, и все, что стояло на столике. Конечно же, тут его активисты скрутили, но у меня вопрос, а где ОМОН? Где ОМОН? ОМОН, который постоянно кого-то разгоняет, постоянно кидается на провокаторов, кидается на просто студентов, на людей, которые стоят и мирно машут плакатиками. Где ОМОН? А, хотя нет-нет-нет, это же совсем другое. Но самое интересное в этот день было то, что их предводитель поздравил бойцов сил специальных операций, поздравил их с профессиональным праздником, как раз в день убийства Немцова, как символично. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. И, друзья мои, мне искренне интересно, напишите сейчас в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В день памяти Немцова Путин поздравляет с профессиональным праздником бойцов сил специальных операций. Кстати, убийство Немцова это была специальная операция? Или случайная? О чем еще хотелось бы поговорить? На ТНТ показали пародию на Соловьева и на Киселева. Как юмористы объявили сами, собрали всех пропагандистов в одном месте. Так сказать, все яйца в одной руке. Пародия получилась знатная и очень приближенная к реальности. Но, тем не менее, ее быстренько удалили со всех официальных каналов и осталась она только в записи, причем в очень плохом качестве. Ну а полную версию я скину в Телеграм-канале. Да, пародия очень смешная, очень интересная, но если вдуматься, не такая уж она и веселая. Я бы даже сказал, очень грустная. Она показывает, хоть и в сатирической форме, действительно реалии. Посмотрите, друзья мои, полную версию, я думаю, не пожалеете. Ссылку на Телеграм-канал я оставлю в описании. Теперь же хочу поговорить об одном из тех людей, кого Навальный назвал халуями и предателями, когда комментировал ролик РТ в поддержку Конституции, за слова о котором, кстати, Навального и судили. Дамы и господа, Артемий Лебедев. Да, это тот самый парень со странными волосами. В сети появился фейк о том, что якобы Юлия Навальная является гражданкой Германии. Да, вот вы можете посмотреть фотографию, и Артемий Лебедев вместе с пропагандистской свитой подхватил эту новость и начал ее распространять, как всегда не разобравшись в сути вопроса. Впрочем, как я вам и рассказывал, пропаганда очень часто так делает. Точнее, она не то, чтобы не разбирается в сути вопроса, она просто некоторые факты не рассказывает. Артемий Лебедев опубликовал этот фейк, но когда информацию опровергли, он дал заднюю. Дорогая Юлия Навальная, публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории, потому что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и в оффлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня, не мои полемические приемы, написал Лебедев в своем телеграм-канале. Хоть и тролль, но человек чести. Мне интересно, знает ли Артемий Лебедев смысл слова «честь». Не буду говорить, что нет, но вопрос у меня к нему есть. И Юлия Навальная ответила, причем ответила по существу. Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняйтесь вы не потому, что вы человек чести. Это какой-то оксюмарон. Где честь, а где Артемий Лебедев. А потому, что вы трус и у вас поджилки трясутся. Что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете. Не потому, что вы за свободу слова, а потому, что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру, написала она в инстаграме, вам очень хочется быть классным троллем. Но на деле вы великовозрастный маменькин сынок, который считает, что все в восторге от его зеленых волос. Не все. Много чего еще сказала Юлия Навальная, почитайте, это интересно. Но она его просто публично заткнула за пояс. И действительно справедливо она заметила, что он кинул этот фейк не потому, что Юлия на пути публичности, а потому, что он выбрал удачный момент, когда Навальный сейчас находится в очень плачевном положении. И действительно, а фейк-то Лебедев не удалил. И после того, как он извинился, я сразу же подумал, а почему так? Почему он не стал удалять фейк? Ну, опубликовал, извинился, удалил все. Но нет же, он его не удалил, потому что кто-то, кто не видит полноты картины, он и дальше действительно его будет распространять. И мне сегодня в комментариях понаписали, «Антон, а ты знал, что Юлия Навальная имеет гражданство в Германии?» «Антон, почему так? Почему ты нам об этом не рассказываешь?» Вот, друзья мои, почему я вам не рассказываю, потому что я фейки не распространяю. Кстати, знаете, что хочу рассказать про Навального? Он получил премию фонда Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте фонда. Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире. И как бы его не поливали грязью, она от него отскакивает и отскакивает. И чем больше этой самой грязи льется на Навального, тем больше люди задаются вопросом, а почему на плохого человека столько грязи лить не будут? Про плохих людей много не говорят. Теперь хотелось бы поговорить о том, как Лиза Пескова, это дочь Дмитрия Пескова, раскритиковала власть. Кот раскритиковал сосиски. Лиза Пескова отдыхает на Алтае. И вот что она сказала. Спрос рождает предложение, но я считаю, что некоторые отрасли срочно нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Запрос на внутренний туризм есть, но многие природные объекты располагаются в труднодоступных местах. И несмотря на огромный туристический потенциал, остаются в тени. Выходит, что спрос есть, а предложение либо не соответствует возможностям, либо вовсе отсутствует. Во всех развитых странах туристический сектор пользуется весомой поддержкой государства. Жаль, что сейчас наше государство делает недостаточно для развития регионов. И мне очень понравился комментарий. Скажи папе, пусть даст денег туризму, и чтобы не украли их, пока они дойдут. Удивительно, Лиза Пескова увидела, что у нас в стране есть проблемы. Но, друзья мои, у меня другой вопрос. Как думаете, что будет с Лизой Песковой, если ее отправить не куда-то на Алтай, на курорт, а отправить ее просто в какую-то любую сибирскую деревню или простой небольшой российский сибирский городок? Что она тогда скажет? Потому что Алтай, по сравнению со многими другими регионами, находится еще и вот в такой форме. Конечно же, все относительно. Прокатить бы Лизу Пескову, допустим, по Кузбассу, по Томской области, Красноярскому краю, Иркутску. А может быть, отправить ее в Воронеж или в Псков? Друзья мои, напишите в комментариях, куда еще можно отправить Лизу Пескову, чтобы она удивилась еще сильнее. Но что-то мне подсказывает, что она просто этого не перенесет. Ну и заключительной новостью хотелось бы рассказать о кузнице самых культурных людей в нашей стране. Я сейчас о Единой России. Глава фракции Единой России в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал пост журналиста проекта Михаила Рубина словами «Да если вам отрезать яйца, вы уверен, тоже перестанете срать вместе со своим проектом». Пост был посвящен коту журналиста Усику, которого кастрировали. И да, друзья мои, интернет все помнит, вы сейчас можете увидеть скрин. Но не все самые культурные депутаты нашей страны знают о том, что интернет помнит все, и поэтому ему пришлось оправдываться. И оправдания он придумал, ну самые что ни на есть, убедительные. На своем фейсбуке он просто написал, что взломали его страницу. Он серьезно? Он серьезно сейчас? То есть кто-то решил взломать его страницу, чтобы написать журналисту из проекта такой комментарий? Что обычно пишут взломщики? Написал бы всем депутатам «Займи денег», кто-то бы 100% занял. Но нет же, злоумышленник нашел этого журналиста и специально написал очень негативный комментарий. Ну сказки же детские, а? Да, друзья мои, еще более нелепых отмазок мы с вами, наверное, не видели. Слушайте, а может быть мы зря гоним на некоторых представителей власти? Может быть действительно кто-то взломал наше федеральное телевидение и показывает сейчас тех людей, которые на самом деле находятся где-то в темном подвале, с завязанными глазами, ртом и руками за спиной. Может быть это правда так? Может быть все это кукольный театр? И возможно когда-нибудь настанет тот день, когда этих людей освободят, они выйдут и скажут, что же с нашей страной сделали без нас? Дворец построили, страну разворовали, заводы поразрушили, медицину и образование поразвалили, что же ироды сделали? Давайте, друзья, вместе страну восстанавливать. И мне почему-то кажется, что вот в это поверить гораздо легче, чем в то, что взломали страницу этого деятеля. Политики, культуры и искусства. И, друзья мои, на этой ноте, где наконец-то можно улыбнуться, мы закончим наш выпуск. Если он вам понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну а с вами были новости с Антоном Хардиным и я не прощаюсь.